Мы говорим о платформе для европейских таракальных онкологий. Это организация, которая занимается продвижением исследований в грудных опухолях. И у нас ежегодные совещания по разным странам Европы. У нас есть курсы в резинтатуре для молодых исследователей, которые занимаются какими-то проблемами либо клиническими, либо переводными по опухолям грудной клетки. Они могут нам представить тезис своего исследования, либо описать проект. И у нас есть и лекционный материал, и интерактивные сессии. Это такой полный курс. И человек приезжает со своим исследованием, а профессорко-преподавательский состав как-то дает направляющие, как закончится исследование. И пока еще можно подавать заявки до конца недели. Поэтому, если это интересует, обращайтесь на страничку за дополнительной информацией. И идти и на travel grant. И я, насколько понимаю, вам нужно иметь свой ресерч-план, который мы будем сейчас обсуждать. Есть желающие? Готовы обсудить? Хорошо. Да, пожалуйста. Можно только по плану представить тему своей работы, дизайн исследования и те проблемы, которые вы видите? Я хочу, чтобы меня услышали и, может быть, где-то подкорректировали, пока еще, скажем так, работа в начале пути, и чтобы можно было как-то ее скорректировать. То есть, вот то, что я Малькому говорила. Мы работаем с исследованием... Значит, сейчас очень модная тема. Вот американцы даже предложили такой термин. Жидкая биопсия. Это поиск опухолевых маркеров в крови онкологических больных на основе либо циркулирующей ДНК, либо в составе экзосом. Конкретно мы работаем с экзосомами, которые циркулируют в крови онкологических больных. И, в частности, мы ищем опухолевые маркеры в составе микро-РНК экзосом. Вот. И на текущий момент у нас пока получается исследование кейс-контроль. То есть, мы собрали образцы клинически здоровых женщин. Ну, вот тут я на курсе услышала, что, наверное, надо было более строго подходить к формированию группы здоровых женщин. Мы, значит, собирали эту группу на основе опросников. То есть, мы раздавали женщинам анкеты. В анкетах отмечался, значит, возраст. Мы не подумали про менопаузальный статус. Значит, отмечали, есть ли у женщин какие-то заболевания репродуктивной женской системы. То есть, может быть, это мастопатия, потому что мастопатия – это группа риска рака молочной железы. А может, у них какие-то заболевания, там, яичников, матки и так далее. То есть, этих больных, вернее, условно здоровых мы уже не брали в исследование женщин. А вот, значит, также у нас такая… Мы вот такую ввели, значит, графу количества абортов, потому что тоже известно… Еще раз, а можно дизайн исследования, вот именно четко, какая есть… Вот кейс-контроль, то есть… Нет, нет, дизайн исследования, не дизайн, что есть, что изучается конкретно и какая конечная цель исследования. Конкретно мы хотим, значит, подобрать диагностическую панель на основе микро-РНК в составе экзосом, циркулирующих в крови, значит, больных раком молочной железы, которая позволит нам дискриминировать в дальнейшем. То есть, у пациента, как скрининговый метод, брать у человека кровь и, значит, сделав ПЦР, сказать, например, что у него там возможно онкологический процесс. Я читал лекцию, что нужно понимать население, ну вот кто-кто-кто-кто, та группа лиц, для которых данное… Да-да-да, что слишком идеальную группу не создать, да? Вы об этом? Нет, я к тому, что вот на кого рассчитаны данные исследования конкретно. Конкретно мы, значит, рассчитаны… Ну, это пациенты, это женщины, у которых подозрение на рак молочной железы, это женщины без симптомов. Все, как бы, чтобы этот тест был для всех женщин, потому что… Для всех женщин, всех-всех. Да, вот потому что сейчас… Какие-то ограничения? Ну, никаких ограничений, потому что… То есть, с рождения всем женщинам? Нет, ну, с 40 лет, например, потому что… Нет, ну это просто принципиально, потому что, вот, например, сюда, если захотеть подать абстракт, нужно писать вполне конкретные… Я поняла. То есть, мы просто ориентируемся на актуальность… Мы считаем, что актуальность нашего исследования в том, что вроде бы есть маммологический скрининг, да? Маммография – это вот после 40 лет… Я просто… Не надо уходить высоко, маммографический скрининг, там так далее. Есть конкретное исследование, у вас есть цель подать заявку, предположим, на данный курс. Нужно конкретное исследование, которое осуществимо, которое реально… Нет, мы делаем это исследование, мы в процессе. Я понимаю, но вот нужно написать абстракт. По абстракте не нужно писать про маммографический скрининг, про… Нет, это к вопросу актуальности. То есть, есть просто… Нет, мы сейчас обсуждаем вот более конкретно. Есть исследование, вот образцы кого берутся? Берутся образцы клинически здоровых женщин, образцы крови, да? И берется кровь больных раком молочной железы. Мы сориентировались на… То есть, есть группа больных, есть группа здоровых. Да. Значит, те, которые… Больные раком молочной железы, мы берем первая-вторая стадия, не лечены, ну, чтобы как-то это можно было понимать, о чем… Чтобы не было наложений терапии на полученные нами результаты. Вот. Значит, первая-вторая стадия без регионарных удаленных метастаз. И пока что мы сориентировались на… Вот результаты у нас пока первичные есть по алюминальному А. Ну, что дальше? Вы берете кровь? Мы берем кровь, мы получаем из нее экзосомы. С экзосом мы выделяем микро-РНК. Проверяем ее качество капиллярным форезом, потом делаем обратную транскрипцию реалтайм ПЦР, и, значит, смотрим уровень определенных микро-РНК. Вот сейчас сделали панель из трех микро-РНК. То есть панель из трех микро-РНК. Да. Вам принципиально знать, будет ли она у тех женщин и у тех женщин. Да, да, да. То есть тот признак, который вы изучаете, это панель из трех микро-РНК. Да, ну такая ассигнатура, да. Окей. А есть какие-то комментарии у наших? Да. А вот эти микро-РНК, которые мы набрали на основные… На основании литературных данных. Да, да. А были бы эти литературы? Ну, как обычно, понятно. Ну, гены, конечно же, которые обычно вовлечены в развитие достаточно широкого различных типов онкологических заболеваний, но и показано, что наиболее принципиально меняется уровень этих микро-РНК у больных раком молочной железы. Но вот эти микро-РНК отбирали по статьям, в которых уровень микро-РНК определяли в биоптатах тканей. А мы пытаемся эти микро-РНК посмотреть в составе экзосом крови, потому что экзосома – это реплика с вот этой вот раковой клетки, и мы надеемся, что там те же самые микро-РНК, что и в клетке. Можно вопрос? В одном предложении гипотеза. В одном предложении. – Наша гипотеза? – Да. – Поскольку биопсия – это не очень приятно, дорого и так далее, мы считаем, что экзосома – это реплика раковой клетки, которая циркулирует в крови, кровь всегда получить легко, доступно. – Одно предложение. – Можно взять у пациента кровь и поставить диагноз. – Нет, гипотеза в одном предложении. – Разработать тест-систему… – Это не гипотеза. – Какая гипотеза? – Исследование. – Мы хотим посмотреть, что наши микро-РНК, которые… – Это не гипотеза. Я считаю, что если мы сделаем так, то выйдет вот так, например. – Да. – Пожалуйста. – Мы считаем, что если мы проанализируем микро-РНК в составе экзосом… – Что такое проанализируем? – Ну, вот сделаем ПЦР, посмотрим уровень этих микро-РНК, что они будут такие же, как в опухоли. Понимаете? То есть мы надеемся, что вот этот наш материал, он не инвазивный. – Нет, нет, нет. – Ой, что, для простого хирурга это непонятно. – Попробуйте еще раз, попробуйте. – Не надо оттаваться в детали. – Гипотеза, гипотеза. Например, уровень того-то у больных с раком молочной железы будет повышен по сравнению с контрольной группой. – Ну, да, автоматически. – О, нет, это не автоматически, это совсем не автоматически. – Хорошо, хорошо. То есть мы как раз сравниваем уровень микро-РНК. – Нет, это нужно, вот сформулируйте в одном предложении, вот придумайте название для вашей статьи, так, чтобы все было понятно из одного названия. Потому что можно прочитать название, и понятно, о чем исследование. – Как я уже говорил, потому что заголовок в статье – весьма важная вещь. Кратко, сжата, максимально сконцентрированная информация в самом коротком варианте. Поэтому очень четко для этого нужно создать себе исследовательский вопрос. То есть я понимаю, что вы смотрите на кровь, и это диагностический анализ. Контрольная группа в этом случае вызывает вопросы, потому что предполагаем, что ни у кого в контрольной группе не будет вот этих микро-РНК, которые есть у пациентов. То есть вы берете людей с высоким риском, и у вас есть какая-то контрольная группа. А на самом деле контрольная группа – это люди, у которых рак. Сформулируйте и сформулируйте еще раз исследовательский вопрос. The title of my article. Давайте мы сейчас в детали не будем вдаваться клинически. У нас задача составить именно методологически, как правильно это сделать. Кейс-контрольная группа – это будет здоровая женщина, или будет этот уровень? Ну, если… Кейс-контроль. То есть получается, что все-таки мы делаем… У нас получается вот это все-таки исследование… Вот у меня вопрос бы какой. Все-таки это получается исследование кейс-контроль, да, когда у нас есть группа здоровых женщин, и мы у них смотрим показатель какой-то. Как бы да, но… Нет. 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 Почему? Да, хорошо. Поскольку вы используете этот инструмент как дифференцирующий, то есть вы будете смотреть на женщин, у которых уже есть продвинутый рак, и рак на начальных стадиях, вы будете различать эти две группы женщин. На самом деле, контрольная группа из здоровых женщин не подойдет, потому что у них не будет микро-РНК тех, которые выищут. Именно потому, что в крови они существуют только потому, что идет экспрессия у больных женщин. Они выделяются из опухоли или от умерших раковых клеток. Поэтому для диагностики, для общей популяции это не подойдет. А для пациентов, у которых высокий риск метастазирования, или, допустим, отделить их от тех, у которых низкий риск метастазирования, вот этот инструмент, я думаю, подойдет. У меня вот будет вопрос. Во-первых, вы, может, все-таки назовете три микро-РНК, которые вы исследуете? Просто очень интересно. Давайте, нет, мы просто не вдаемся в подробности. Нет, мы просто такие детали, мы потом с вами поговорим. Ладно, и тогда, а чем это будет принципиально отличаться от того, что, в принципе, сейчас есть схожие наборы, типа, онкопринта? Нет, это детали, мы сейчас не обсуждаем детали актуальности, диктали. Мы обсуждаем именно, мы обсуждаем конкретно именно вот, как это сформулировать, чтобы отправить в конкретное, ну, аппликейшн. Потому что, мне кажется, причина отказа многих абстрактов уже по названию видно. И по абстракту, что исследование не достойно того, чтобы быть не то, что представлено, опубликован, и исследователь недостоин того, чтобы куда-то поехать, и что-то еще что-то оплатить. Ну, поэтому мы это обсуждаем. Окей. Можно? Что? Сейчас же. Ну, как ее подать правильно, да? То есть тут как бы... Давайте, да. Да, давайте в микрофон, чтобы перевод. У меня похожая была тема, ну, и есть тематика исследования, и у меня по счастливой случайности есть мой со-руководитель, и в созвучии с большинством английских статей надо конкретизировать свое исследование до мелочей. Мы очень любим, там, имперские амбиции у нас сильные, мы очень любим глобализацию, да? Изначально я бы тоже сформулировала бы название статьи, там, микро-РНК позволяет нам, как бы, диагностировать рак. Молочные железы название, скорее всего, ну, на мой сегодняшний взгляд, должно садиться так, что разница в экспрессии микро-РНК, таких-то, 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 у больных рака молочной железы такой-то, такой-то стадии. Ну, то есть более конкретное название, да? Более конкретное название, да. Хотите, может быть, что-то с диагностическим или прогностическим механизмом, если это надо именно в клинику смотреть? Наверное, да, потому что это описательное исследование, но оно имеет место быть, да, да, вы смотрите различия. Не то, что описательное, ну, да, то есть экспериментальное. Вы посмотрели, то есть разницу? А дальше, то есть, ну, просто, чтобы для внедрения, да, и разговора о том, что это действительно работает как диагностический или прогностический метод, нужно очень большое исследование провести, очень масштабное. А на первоначальных этапах, да, и таких исследований действительно очень много, да, то есть посмотрели, ну, в подмеде можно загугли, поискать, посмотрели то-то, то-то при вот таких-то, таких-то стадиях. Окей, спасибо. Давайте обсудим, у кого-то есть клиническое исследование? Или у всех только экспериментальное? А есть у клинициста исследование? Ну, да, у нас клиническое исследование, в принципе, у нас два клинических исследования, однако разных локализаций, у меня конкретно, хорошо. Местно распространенный колоректальный рак с инвазией в мочевой пузырь и возможные варианты лечения. А исследование какое? Называется, как называется? Ну, да, вот то же самое, можно сформулировать гипотезу. Начнем, да, research question или гипотеза, основная, какой вопрос? Хорошо. Улучшение функциональных, отдаленных, непосредственных результатов при комбинированных резекциях местного распространения рака толстой кишки. А какая гипотеза все-таки? Мы хотим… В чем вопрос? Вопрос в том, что… Или это просто констатация фактов, улучшение? Вопрос или гипотезу все-таки еще раз. Вопрос и гипотезу, гипотеза – это вопрос, да. Ну, нахожу вопрос. Экономная резекция при местно распространенном раке толстой кишки улучшает функциональные и отдаленные результаты лечения. Эта констатация сейчас факта была, а есть гипотезы? Если мы… Если вопрос какой-то… Если мы выполняем резекцию мочевого пузыря, а не экзентерацию, то улучшается, соответственно, пятилетняя выживаемость и отдаленные… То есть уже мы сравниваем что-то с чем-то? Да. А не просто… У кого? У больных с колоректальным раком второй-третьей стадии. Местное распространение. Мы же обсуждали уже, на самом деле, это исследование, да. И, как я понимаю, вы хотели показать, что частичная резекция может быть не хуже, а даже лучше, да, полной резекции, да, потом у ряда пациентов, потому что есть преимущества с точки зрения побочных эффектов, качества жизни, сопутствующих заболеваний. Здесь вопрос в том, какой будет дизайн вашего исследования. Мне кажется, что это кейс-контрол, потому что у вас есть там 10-15 случаев, да, в клинике, которые прошли через такую стадию, на 4-й стадии Т4, и вы отслеживаете их, да, особенно если есть подтверждение смерти, то если у вас есть, да, данные из регистра, то вы можете проследить всю изначальную когорту и понять ее относительную распространенность в ней того или другого результата. Мне кажется, это довольно прямолинейное дизайн исследования. Это когорта, да, вот такая гнездовая, и отслеживание по контролю. Далее какие-нибудь. Действительно хорошее исследование, как доктор Морск сказал, я бы его тоже так бы, как называется, позиционировал. Вопрос. Вы должны себе хорошо представлять, какие у вас эндпойнты. Как по-русски эндпойнты? Конечные точки. Ну, это совершенно провальный эндпойнт, совершенно провальный, потому что вы никогда не покажете ничего в пятилетней выживаемости. Это, во-первых, по-моему. А во-вторых, улучшение, вы сказали, улучшение функции. Функции. Вот какой функции и… Ну, во-первых, если выполняется эвесцирация, то в большинстве случаев у пациентов формируется постоянно колостома. В следующий момент это отсутствие органа мочевого пузыря. Это либо искусственный мочевый пузырь, либо, опять же таки, уретерокутанная остома. Ну, как бы, мне кажется, это очевидный… Но это не совсем очевидно, потому что как оценить функцию мочевого пузыря, которого нет? Да? То есть… Качество жизни оценить нужно. Вот. Вот. Вот мы уже… Эндпойнты. Отлично. Отлично. Хорошо. Quality of life. Очень хороший. Я это сразу же говорил. Quality of life, да. То есть фокус будет на качестве жизни? Да. Это лучше. И тогда это можно делать за короткий период, потому что больной уже знает, как он себя чувствует на коротком периоде. Онкологических конечных целях, да, то долгосрочные вам долго ждать. Это, во-первых. Вам надо подумать, какие краткосрочные онкологические… Какие краткосрочные онкологические эндпойнты вы можете подумать, посмотреть? Количество осложнений и… Это не онкологические эндпойнты. Непосредственные результаты от лечения. А, еще раз. Непосредственная… Операционная летальность… Это не онкологические. Онкологические онкологические? Местное рецидивирование. Я? Скажу. Ну, локальный этот… Безрецидивная выживаемость. Совсем. Не просто. Ну, онкологические – это в любом случае, это либо пятилетняя выживаемость, либо безрецидивная. Края резекции, лимфоузлы. Да, краткосрочные. Да, краткосрочные. Да. Да, да. То есть, вот это вы можете посмотреть. Ну, позвольте мне тоже поделиться мыслями. Вот мне, вам бы казалось, очень нужно четко подумать, хотите ли вы делать диагностическое или предсказательное, то есть, тест в итоге. Да, для предиктивного, предсказательного вам нужно много больше данных. Для диагностического, да, здоровый или нездоровый, это более возможно. Но вам нужно понимать фоновые микро-РНК. Что там происходит? Это кошмар там происходит. И в том, что касается финансирования, понимаете, они смотрят, они видят это и говорят, о, Господи, опять микро-РНК? Не-не-не-не-не, мы такого уже много видели, понимаете? Очень много печатается, разрабатывается. Люди берут 10 НК, статистически играют с ними и находят какое-то одно значение из 10 микро-РНК, и мы не знаем, что на самом деле это значит, понимаете? Вот я бы поэтому посоветовал вам на конкретные мутации в циркулирующей ДНК и попытался сделать корреляцию. Однако, да, что касается, значит, все-таки письма и публикации, если вы будете делать текст, мне присылают тексты, в котором говорят, я нашел значимую корреляцию с тем-то и тем-то в тезисе. И он не говорит, что именно они нашли. Они пишут значимое что-то. Вот моя мысль, не пишите так абстрактно. Говорите очень конкретно даже в тезисе, что именно, с чем именно вы нашли, что коррелирует. А что касается вас, да, то здесь непонятно, ретроспективное или проспективное у вас исследование. Если ретроспективное, то качество жизни вы не можете смотреть, потому что у вас нет стандартизованного инструментария, который вы применяли бы в прошлом. Ну, может быть, на частоту повторных случаев. Можно сделать мультивариантный какой-то анализ, да. Инфильтрация, например, мочевой пузырь, да. Но могут быть больные с метастазами в печени, да. И здесь вам обязательно нужно обеспечить, что у вас однородная группа. Понимаете? Потому что здесь есть другие могут быть отягощающие факторы. Ну, мы как раз на самом деле уже это проработали в предыдущей нашей сессии, да. И пятилетняя выживаемость не так просто, да. А в том, что касается рецидива в течение года, может быть, можно посмотреть. Но надо определить, опять же, что это. Какие-то повреждения в кишечнике или в мочевом пузыре, да. Поэтому, может, здесь можно сделать что-то за короткий период времени. Но надо смотреть на литературу, смотреть, что уже опубликовано. И это определит, сколько случаев вам понадобится для того, чтобы включить ваше исследование, чтобы у вас был за короткий период времени значимый результат. Но, мне кажется, все равно этим вопросом можно заниматься. Да, потому что, если понять, да, есть ли какие-то... Какие плюсы и минусы действительно в этом есть, частичным и полным? У нас, к сожалению, только два микрофона, поэтому нам надо оптимально делиться. Делиться. Так, вот у нас сколько добровольцев появилось. Здорово. Секунду. Тем более, что важно то, что вы скажете. Название моей работы – структурные изменения в яичниках крыс при моделировании предопухолевых состояний и их гормональной коррекции. Гипотеза состоит в следующем. Препараты и ингибиторы секреции ФСГ-ЛГ снижают частоту трансформации предопухолевых состояний в рак яичников. Но, какой бы вопрос я хотел бы задать нашим спикерам и аудитории. Так, как я занимаюсь данной работой в течение 6 лет, то в нее входит более 200 животных, которые были апеллированы тем или иным способом, так как моделирование предопухолевых состояний и рака яичника происходит хирургическим способом. И методы исследования, которые я применил в данной работе, в первую очередь это морфологический метод, а также измерение концентрации гормонов в крови животных. И группы очень много, животных очень много, так как были сделаны срезы яичников на разных сроках. И, то есть, примерно сотня животных прошла без введения гормонального препарата. Просто абстракт, он как бы на то абстракт. И чтобы не рассказывать все исследование от начала до конца, если вот очень кратко сформулировать… Результаты. What was your first question? Первый вопрос. Да, интересно, какой был первый вопрос. С поводу групп. То есть, нет, не вопрос к аудитории, а научный вопрос исследования. Гипотезу я уже высказал. Можно ее еще раз повторить? Да, только и на этом пока мы обсудим. Хорошо. Препараты, ингибиторы секреции ФСГ-ЛГ снижают вероятность. Я вот не знаю, что это ФСГ-ЛГ, я… Фолликулостимулирующие и лютеинизирующие гормоны. Я знаю, но просто… Эти препараты снижают вероятность трансформации предопухолевых состояний яичников в рак яичников. Это утверждение. Это гормон, который за созревание, да, созревание отвечает, да, и вызывает менопаузу. Да. И если мы его ингибируем, то менопауза не наступает. Менопауза – это частично связано. Да, то есть, но все-таки основной принцип – это медикаментозно влиять на предопухолевое состояние яичников. То есть, если яичники не начинают вырабатывать эстроген, то не появляется рак, да? Ну, нельзя говорить рак яичников. Там есть шесть разных видов. Они морфологически полностью различные, этиологически они различные. Там, реально, там все очень запутано. Я понимаю, я понимаю, что вы имеете в виду, но… Когда гормоны вырабатываются на селезенку, таким образом создаются условия, что все гормоны, вырабатываемые яичником, поступают по воротной системе в печень, где инактивируются. Таким образом, система гипоталамбуса, гипофиз не чувствует присутствие ткани яичника в организме и вырабатывает все большее количество ФСГ, ЛГ, под действием которых вначале возникает гиперплазия ткани яичника, а в последующем возникают предопухолевые состояния и рак яичников. То есть, это как бы симуляция такая, я понимаю, предопухолевые состояния. Животных на разных сроках сделан забор яичников. И я знаю, допустим, что с 70-го дня развитие трансплантата на селезенке можно наблюдать предопухолевое состояние, есть морфологические клетерии этих состояний. И в то же время знаю, что если начинать вводить препараты с 70-го дня и не позже там 140-го дня, то возникновение рака можно предотвратить. А если, соответственно, вводить позже, то вероятность снижается. Можно вопрос, когда вы делали эксперимент, какая у вас была гипотеза и что вы ожидали найти в этом эксперименте? Кандидатская выросла из студенческой работы, когда целью работы было смоделировать рак яичников таким образом. Далее, анализируя литературу, мы пришли к мнению, что было бы актуально изучать именно предопухолевое состояние яичников, так как этого никто не изучал по данной модели. И в конце пришли к тому, что предопухолевое состояние можно лечить, грубо говоря, с помощью препаратов. То есть, вот такие были три фазы, от студенческой работы до взрослой. Я понимаю, когда вы хотите представить результаты какой-то работы, какого-то эксперимента, вы выберите какой-то эксперимент. Диссертация. Опять же, по Фреймена у вас есть идея, теория, данные вот здесь будут, модель эксперимента, и вы предсказываете, что данные будут такие. Какая у вас теория, модель, что вы ожидаете? Что вы ожидали? Ожидаем снижение возникшего рака яичников из предопухолевых его состояний на фоне введения препаратов. Отлично. Какой вопрос теперь? Каких животных вам брать? Да, какие группы, какие группы включить в, собственно, саму кандидатскую, чтобы это было, ну, чтобы людям было понятно. Группу эксперимента и группу контроля, я так понимаю. Ну, группы, как бы групп, контроля несколько. Понимаете, в чем дело? Отлично, включайте. Все. Но по которым, по каким параметрам контроль был? Два контроля есть. Первый – это животное, которым была выполнена ложная лапаротомия. А вторая группа – животное с предосмоделированными предопухолевыми состояниями яичника без гормонального лечения. То есть два контроля. А что вы контролировали? Что вы контролировали? Очень сложно. Я думал, что ваш вопрос был про роль ингибитора гормонов, да, какой у него долгосрочный эффект на развитие, не развитие опухоли. И в этом случае у вас есть те, кто не получал ингибитор, да. И другие группы, те, которые получают ингибитор на такой день 10, 20, 30, 70 и так далее. И вы говорите, хорошо, до 70-го дня, если мы вводим ингибитор, то опухоль не развивается. После 70-го дня опухоль развивается. То есть, если вы вмешиваетесь в нормальное метаболическое развитие, да, может быть, видимо или не видимо на микроскопе, неизвестно по экономам, да. Так вот, если вы в этот процесс влияете в такой-то период времени, то вы его ингибируете. Если нет, ну, возможно, это связано с вызреванием фолликул в яичниках. Некоторые раки яичников зависят еще и от эстрогена, как я уже говорил. В таком случае это нормальная модель. И ваш вопрос в таком случае тогда, что здесь, что мы узнаем о сроках и каковы морфологические корреляты таких результатов? Да. Ну, кейс-контрол и разложить их... Не совсем. Это не кейс-контрол, потому что у нас... Да, то есть... Это эксперимент, где будут две группы... Экспериментальная и контрольная группа, и их разложить по срокам каждую группу. Я правильно вас понял? Да, конечно, контрольная группа, где нет ингибитора. Да, да, это все, это просто. И, может быть, есть еще 3-4 группы с другими графиками. И вы смотрите на развитие яичника для того, чтобы предсказать, когда лучший период для введения ингибитора. Но вы будете брать биохимию, да, у вас морфология будет делаться, и такова будет ваша модель, мне кажется. А долгосрочная цель ваша какая? Я не очень понимаю. Да, какова логика для того, чтобы делать это все и привести к лечению людей? Как? Я хочу данные от крыс, то есть животных, экстраполировать на людей. Вот один из основных результатов состоит в том, чтобы предложить эти препараты для лечения заболеваний яичника. Но это постоянно делается. Если вы хотите снизить заболеваемость раком груди или яичников, то тогда нужно просто отсрочить менопаузу. Потому что в этом случае мы эгибируем производство гормона, они не вступают в менопаузу. Это давно известно. В Штатах такие исследования проводились. Это один из способов предотвратить развитие рака груди. Чем позже наступает менопауза, тем меньше не будет повторного возникновения развития рака груди. Я думаю, что это характерно для женщин в любых странах. Я не согласен с вами, поскольку предлагаю именами лекарства. Они вообще подавляют гормонопродуцирующую функцию яичников, вообще ее аннулируют. Если вы хотите отсрочить менопаузу, то тогда необходимо, чтобы яичники вырабатывали гормоны. Нет, как раз наоборот. Если мы сейчас будем уходить в детали опять, особенность уже, это можно обсудить потом. Потому что у нас еще есть время на обсуждение. И давайте быстро тогда обсудим. Какие-то комментарии? Но это настолько далеко от зоны моей научной деятельности, что не могу даже комментировать. Леди первые. А можно с места, потому что, ну, как удобно. Ну, я так понимаю, про работу. Да. Только без деталей очень самой технической части. И больше про как это исследовать. Ну, начнем с названия. Это исследование влияния герминальных BRCA1 мутаций и BRCA1 дисфункций на эффективность неоадъювантной химиотерапии, платиносодержащей при тройном негативном раке молочной железы. Смысл работы заключается в том, что мы хотели выяснить, будут ли изучены нами маркеры связаны с патоморфологическим ответом опухоли после неоадъювантной химиотерапии. А гипотеза какая? Гипотеза такая, что данные, изученные маркеры, могут быть предикторами ответа опухоли. Какого, какого, можно поточнее, каким предиктором? Положительным, отрицательным? А вот это мы хотели выяснить. Если мы обнаруживаем взаимосвязь, соответственно, мы выясняем, положительная она или отрицательная. А почему вы думаете, что она будет? А потому что это описано в литературе в большом количестве. А зачем вы это делаете? А в какую сторону описано? В положительную или отрицательную? Дело в том, что описано для разных, ну, конкретно у нас в BRCA1 мутации, для разных мутаций описаны разные варианты, и это подтверждено. Больше описана экспериментальная, вот есть экспериментальная работа, где на ксенографтах мышей показано, что мутации в одной стороне гена BRCA, они обусловливают резистентность к препаратам платины на ринг конце, а мутации на С конце, они ответственны за чувствительность к препаратам платины. Они, грубо говоря, при наличии этих мутаций либо будет стабильный белок, то есть гомологичная репарация не нарушается, и препараты платины неэффективны, либо это будет нестабильный белок, тогда препараты платины будут эффективны. Попробуйте вот так, такое упражнение. Доктор Мор очень богат, очень богат. У него есть очень много денег. Я не понимаю. Нет, ну, просто так и говорит коротко. И он хочет дать вам денег на ресурс. Хорошо. Скажите в одном предложении, чтобы его поразить. За что платить? За что он платит? Сейчас попробую. Терапия тройного негативного рака молочной железы сложна, нуждается в препаратах платины, но не все пациенты чувствительны. Нам нужно найти маркеры, которые помогут нам выявить резистентных и чувствительных. Как влияет на эффект брак-1 мутации? То есть вы хотите посмотреть о том, какие мутации реагируют, ответственны за ответ на препараты платины, да? Вы используете животные модели или... То есть вы берете... Вы берете пациентов с мутированными маркерами... А, нет, не так. Вы выбираете... То есть пациент уже с раком, да? И вы разделяете их на группы. То есть BRC-1 мутации без мутации. Тройным негативным раком молочной железы. То есть это критерий отбора тройной негативной рак молочной железы. Все, все. Понял, понял. Понятно. То есть у вас пациенты, у которых тройной негативный рак груди, половина из них как бы реагирует, потому что у них есть мутация, а половина нет? Герминальные сначала мутации BRC-1.2 в крови. При наличии герминальных мутаций мы оценили их вклад в ответ на лечение. При отсутствии... Все понятно, все понятно. ...делали дополнительную корбиопсию для того, чтобы выяснить статус соматических BRC-мутаций. ...и оценить их вклад, собственно, в патоморфологический ответ. Окей. Соня, outcome? Результаты? Конечная точка какая у вас? Endpoint. Если это проспективное исследование, оно длительное? Это исследование проводилось в течение четырех лет. И Endpoint имеется в виду то, что... Что мы измеряли? Измеряли степень патоморфологической регрессии опухоли. Результаты терапии? Да, патологическую результаты. Как суррогатный маркер эффективности лечения. Грейду, да? По методике Шевалье и отсутствие инвазивной опухоли макромикроскопически было расценено как полный патоморфоз. Где? Отсутствие где? В корбиопсии. Ну, проводилось после неоадевантной химиотерапии, проводилось оперативное лечение, и там оценивалось степень. Окей, окей. Сейчас я... Нет, значит, мы взяли пациентов, которые кандидаты для неоадевантной терапии. Да. Они были triple negative. Да. Какие-то были с BRCA герминативными, какие-то были BRCA tumor mutation. И мы их лечили таксолом. Мы их лечили... Чем? Платины. Платины, в зависимости от стадии, просто, ну, было цисплатины, карпоплатины, комбинированной химиотерапии. И потом, после мастектомии или секторальной резекции, мы смотрели патоморфоз. Да. И патоморфоз определился баллами, да? Да, да. Окей. И это даёт нам что? Степень патоморфоза известна, ну, это как бы из литературы клинической известна, что выживаемость... Ну да, да, это суррогатный маркёр выживаемости. Так, так, и что это нам даёт? Это даёт... Что таких-то больных надо лечить этим, а таких-то не надо? Ну, в принципе, да, что мы можем предсказать, будет ли ответ на химиотерапию или нет. То есть это predictive marker? Да. Выяснение? Окей, окей, окей. Выводили из меня. Окей, хорошо. Можно писать. Да? Да, написано, вот, завтра доложу. Нет, и отправить, и подумать. Давайте ещё один, и мы уже будем заканчивать. Ещё? Значит, рабочее название такое – бронхопластические операции, то есть резекция разносохраняющих лёгких в хирурическом и комбинированном комплексном лечении рака лёгкого 1А, 3А стадии. Гипотеза состоит в чём? В том, что они приемлемы, даже при первой стадии предпочтительнее, чем пневмонахтомия. При второй и третьей стадии… Нет, сейчас вы рассказываете историю. Гипотеза какая? Гипотеза. Гипотеза, что они применимы… Кто они? Извините, мой вопрос прослушал. Бронхопластические органо-сохраняющие резекции лёгких применимы не только при первой, но и второй и третьей стадии также. Ну, нет, это… Мне очень нравится погода в Петербурге. Это гипотеза Вадима. Сейчас было. Нет, я… Это такая же гипотеза, как… Я к тому, что рассказ, да. Да. Но это не гипотеза. А, понятно. Значит, неправильно сформулировал. Гипотеза, если подробно сказать, стоит в том, что отдалённые результаты, трёх-пятилетняя выживаемость и процент рецидивов сопоставимы… Всё вместе? Всё сразу? Ну, ориентировочно, да, вот так вот, а там как получится. Сопоставимы с такими же при применении пневмоноктомии при прочих равных условиях. То есть, другими словами, что бронхопластические операции и пневмоноктомия… И одинаковые исходы… Да, да. А какой исход конкретно смотреть будете и как? И исход, ну, это выживаемость, наверное, не эндпоинт, да? Неправильно. Ну, почему? Почему? Может быть, просто… И края, края резекции при бронхопластической пневмоноктомии, то есть, лобоктомии. А края резекции… Рерноллер-1… Окей. А ретроспективно смотреть или… Ретроспективно, да, это ретроспективно исследование. Окей. И как будете ретроспективно смотреть? Как отбор больных происходит? Для ретроспективного исследования? Значит, изначально отбор больных был следующим. То есть, при выполнении пробы на переносимость пневмоноктомии, при падении сатурации, вот, как альтернатива по функциональным показателям. То есть, чтобы не отказывать в хирургическом лечении, а выполнять операцию, выполнялась как вынужденная мера. То есть, это разные популяции больных были? А как именно в исследовании? Это как отбирались больные на операцию, а как вот ваше конкретное исследование будете набирать больных? Ну, как? Что это будет набираться? Мы же говорим о ретроспективном исследовании. Как вы будете в ретроспективное исследование выбирать пациентов? Каких пациентов возьмете? Кого будете отслеживать от конца к началу? Больные раком легкого, зачастую центральный рак легкого, первой, третьей стадии. Все? Да, там по возможности, по выполнимости во время самого... То есть, до того, как им сделали операцию, всех больных нужно выбрать с раком легкого, первой, третьей стадии, которые лечились в данном институте, так? Да, да, да. Ага. Ну, это просто ретроспективный когорт, может быть. То есть, получается, ретроспективная когорта. Давайте начнем с категории исследования, это ретроспективная. Начался отбор более селективный в дальнейшем. То есть, и отбор, но он еще не закончился, ну как, еще продолжается. Просто с девятого года это стали более частые операции, чем раньше было, до этого. Я бы назвал это проспективным исследованием, поскольку, то есть, до 2009 года, и дальше, допустим, вы их будете отслеживать до 2015, и до сих пор идет отслеживание, и вы смотрите... То есть, первоначальное лечение, оно как бы оказало излечивающий... Вот когда вы провели эту резекцию, вы планировали излечение, либо... То есть, в итоге выжили пациенты. То есть, вы смотрите, кто выжил, либо случились рецидивы в течение времени. Но проблема в том, что есть пациенты до 2009 года, когда больше пациентов первого типа, а потом 2009-го уже те, которые получали бронхопластию. Поэтому нужно какие-то вводимые корректирующие коэффициенты вводить. То есть, вы смотрите, пятилетний период выживаемости или пятилетний период до рецидива? Что смотрите? Рандомизированные исследования, да. Нет, это не рандомизированные исследования. Это вот, ну как... Просто люди, которые... Кому была возможно выполнима бронхопластическая резекция? С 2009 года. Им выполнялось. До этого, ну как, вот это было в основном выжимое. Вот после 2009 года нет такого, что всем практически... Для начала вы определили, что это когортные исследования, перспективные. По количеству это было... Бронхопластических всегда было меньше, чем пневмонэктомии в год, вот на базе данного учреждения. Окей. Окей. Но... Какие факторы будете ещё учитывать у этих групп больных? Ну тут сопутствующая патология. Наверное, где опухоль находится. И... Мне кажется... Людям, которым нельзя сделать пневмонэктомию, живут плохо и не очень долго. Нельзя сделать пневмонэктомию? Которым нельзя сделать пневмонэктомию. Нельзя сделать пневмонэктомию, да. Ну, возможно, хотя, судя по русскоязычной литературе... Нет, я к тому, что из-за того, что у них функциональный резерв... Это две разные... Я к тому, что... Это такие две разные популяции пациентов, по-моему. Что не то, что я выдающийся строкальный хирург. Единственное, что можно сделать, мне кажется, если вообще на такие вопросы отвечают рандомизированные исследования. Ответить на таком исследовании можно гипотезу предположить, но надо убедиться, что эти две группы больных по остальным всем другим факторам, они совпадают. Это практически нереально, если только один из способов можно... Но это, я не знаю, это можно сымитировать или нет, взять историю болезни, не зная операции, предположить показания. Опять же можно взять факторы риска, сделать одну когорту и факторы риска на мульти... Можно заслепить операцию, придумать показания. Какие у вас были, это, скажем так, на... Нет, принципиальный вопрос в том, что это две разные группы. Нужно сделать, чтобы они были максимально похожи по всем другим факторам, по всем другим, кроме операций. Если это будут разные группы, то это будут разные исходы. Ну там по группе есть, да, в каждой группе стадия сравнивается первая с первой, вторая с второй, третья с третьей. То есть там они, по сути, две группы разного. В первой стадии пневмоноктомии? А будет это в первой стадии, кому делается пневмоноктомия? Будет делаться, ну как, по крайней мере делается пневмоноктомия при центральной, скажем так, локализации. Вот слева при... Первая стадия центральной локализации, как есть показания к бронху? При переходе на, скажем так, нижний, верхний, долевой бронх, на его шпору, то есть выполнялась пневмоноктомия. По крайней мере слева. Справа тоже вот такие же приблизительно как бы показания. То есть нет меньше растания от карины, чем 2 сантиметра, но, тем не менее, переход на главный бронх есть. Вероятность того, что вы сделаете одинаковые группы, очень маленькая. Нет, они уже не одинаковые, то есть потому что я... Поэтому просто исход зависеть будет, получается, не от операции, а от различий между группами. Да, там, получается, даже не группа, а подгруппы. Ну хорошо, а между группами... Первый вопрос, который нужно задать себе. Первый вопрос, который нужно задать себе, да, задавали ли этот вопрос в литературе? Делали ли кто-то, кто сравнивал? Сравнивали, говорите. Да, какая у них была модель? Какой у них был дизайн исследования? И как они исключили все те проблемы, которые мы сейчас обсуждаем, да? Посмотрите. Тогда вы будете уже проинформированы, да, и... Их уроки извлечете? Потому что я не хирург, я не знаю, вот, может быть, вы лучше понимаете. Ну, мне кажется, это, да, типичное хирургическое исследование, где мысли теоретически мало, да, где есть данные. Да, это может быть дескриптивным исследованием. Ну, дескриптивная часть здесь будет очень хорошей, где-то я не сомневаюсь, потому что здесь баннобронхопластия – это фактор риска или негативный фактор риска для выживания и так далее. Но если вы делаете описательное исследование, да, и вы сравниваете две хирургические техники, да, и смотрите на коморбидность, вот, время до операции и так далее, да, ну, здесь, может быть, труднее будет попасть в журнал хороший, да, если вы делаете дескриптивное. А если… вопрос, да, то есть, понимаете, если хотите в определенный вид журнал, да, то с этим надо что-то делать с вашими группами, а если дескриптивное хотите, то просто в другой журнал можете попасть. Логически к тому, что его тема должна звучать критерии выбора объема оперативного вмешательства при центральном раке легкого. Можно ли так, допустим, назвать его работу? Ну, к… То есть, у него будут результаты положительные и при пневмоноктомии будут результаты положительные какие-то и при бронхорезекции. Но это не значит, что критерии отбора были правильные? Нет, привести логически его результаты к критериям отбора, то есть, сделать выводы, каких больных можно делать эту операцию и по каким причинам. Ну, то есть, критериям отбора здесь может быть стадия заболевания, расположение опухоли, сопутствующие патологии, то есть, невозможно сделать пневмоноктомию. То есть, вот именно при каких, какие показания будут к этой операции? Но они уже были сделаны уже хирургом, когда делали эту операцию. Его надо, хирурга надо спросить. Анализировать просто нужно. А анализировать что именно? Это просто, вот главное… Обобщить можно, но я просто немножко не понимаю, как… Это сложно. Вот, на самом деле, все эти темы хирургические, которые у нас диссертационные, очень сложно подвести под них методологическую основу. Да, потому что они наукой не являются, конечно. Потому что нужно сделать, либо мы делаем ордомизированные исследования и доказываем, да, да, нет, нет, либо мы сделаем действительно описательные исследования, что вот если мы делаем пневмоноктомию, получается то-то, 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 то-то. Сравнивать как-то можно, если уж очень подобрать равные группы, и то это такая слабая сравнительность. Просто зарандомизироваться нужно. Может быть, посмотреть на то, да, как, каковы… Можно посмотреть на медицинскую практику российскую, скажем так, понимаете? Описать российскую традицию, так сказать, лечения в этом случае, да, как хирурги принимают решение, да, почему они считают, да, что нужно так. То есть вы сравниваете то, как работают хирурги здесь, да, и рекомендации, которые у них есть, с тем, как они работают в другой стране, какие у них есть рекомендации. Вот это будет очень интересно. Но притворяться, что эти группы пациентов равнозначные или сравнимые, это вот бессмысленно. Вот так. Показания. Показания в Российской Федерации делают бронхопластические операции, потому что так-то, так-то, так-то. И в отличие от Соединённых Штатов… Ну, даже без отличия. Даже без отличия, но в принципе, что таким образом подбирают пациентов и делают вот такие операции, и такие вот исходы. И такие вот результаты получаются из-за этого. Да, не делая выводы, что это хуже, лучше, так же… Не сравнивая, да. Ну, а почему нет, это интересно иногда почитать. И да, можно, например, посмотреть литературу, которая скажет, раньше так делали в Америке, Японии и так далее, и были такие-то результаты. Соответственно, мы можем сделать такой прогноз, что в России, возможно, изменятся подходы и практики, да. Но ваш вопрос будет такой, что вот эти вот предписания, да, которые используются в России или в вашем институте, они такие же, как где-то ещё или нет? Это нормальный, валидный вопрос. Это исследование не поможет ответить на вопрос, что лучше. Но это исследование можно перевернуть в другую сторону. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что мы закончим.